Жизнь Мухтара Джакишева висит на волоске. За 9 лет в колониях строгого режима состояние его здоровья довели до критического. Политический узник подвергался жестоким избиениям, которые привели к болезни почек, перенес несколько инсультов и операцию на глазу. Сейчас Джакишев теряет зрение, не может передвигаться без помощи и все время находится в медицинской части колонии. Врачи заявляют о серьезных нарушениях в мозгу и необходимости присуждения второй группы инвалидности. Люди этой группы не могут содержаться без специального лечения. Заслуживает ли Мухтар Джакишев такой судьбы? Талантливый физик отказался от предложенной работы за рубежом, чтобы работать дома в интересах страны. На посту главы Казатомпрома он вывел убыточное предприятие на мировой уровень атомной энергетики. В одночасье Джакишев стал неудобен правительству, так как выступал против превращения казахстанской уранной промышленности в сырьевой предаток России. В 2009 году против Джакишева возбудили уголовное дело о коррупции, детали которого засекречены до сих пор. На закрытом заседании суда его приговорили к 14 годам строгого режима. В 2015 году ООН по правам человека признал, что Джакишеву не было обеспечено право на справедливый публичный суд, право на защиту, право на контакты с адвокатом и право на гуманное обращение. В ООН потребовали отменить приговор и освободить Джакишева. Однако Казахстан отказался выполнить решение. Мухтар Джакишев посвятил свою жизнь стране и страдает за нее много лет. Но его здоровье не позволит ему дождаться освобождения. Единственная надежда на спасение – массовая поддержка. Пусть каждый неравнодушный приобщится к глобальному движению за освобождение Джакишева. Вы можете менять аватарки на портрет Мухтара Джакишева и использовать хэштег «ФримухтарДжакишев». Ежедневно публиковать в социальных сетях записи в поддержку Джакишева. Распространять это видео и рассказывать друзьям о несправедливом наказании. Субтитры создавал DimaTorzok